Еще несколько лет назад скорость изменения магнитного полюса была приблизительно 0,08 градуса в год. Сейчас она уже 0,4 градуса в год. Я считал, что это только наши измерения такие, но потом прочитал, что тем же самым занимались англичане, и они подтвердили. То же самое. Полюс идет на восток приблизительно со скоростью 0,4 градуса в год. Поскольку это не константа, вот эта цифра непостоянная, она вот изменялась в сторону увеличения, поэтому я не знаю, что в ближайшие годы она вообще достигнет, наверное, градусов. А потом, ну, древние говорят о том, что катастрофы неизбежны, надо к ним готовиться. Легенды о светопреставлении сохранились в преданиях большинства древних народов от Китая до Америки. Существует версия, согласно которой великий россиянин, уроженец русского севера Михаил Ломоносов, своими глазами видел легендарную карту Меркатора, основанную на добытых в походах Македонского, наидревнейших чертежах, восходящих в гиперборейской эпохе, когда нынешний ледовитый океан был свободен для плавания. На карте изображена земля еще до светопреставления. Как считают индейцы, это было четыре материка. Между ними четыре реки, и вот, кстати, они очень хорошо напоминают форму креста. И считается даже, что вот именно крест вот и пошел, они как вот свою родину погибшую, они ее не забыли. Они во всех знаках, символах, вот проводили это. Участники экспедиции дали название этой находке. Галерея знаков. Культовый очаг, полузасыпанный скальным грунтом, тысячекратно отутюженный сходами лавин и наледями. Поворотом, поворотом. К сожалению, сейчас ее не видно всю. Большая часть укрыта снегом толщиной два метра. Но вот здесь, на скалах, сохранились те самые пропилы, о которых мы сегодня уже говорили. Вот, может быть, один из самых интересных. Очень четкий, четкая фаска внизу и вверху, в общем-то, которая не должна бы, вроде бы, быть характерной для геологической пробы. Плюс отростки, вот. Получается, что он представляет собой как богомический знак. Священные письмена, некие подобные, тем, что бытовали у друидов, у кельтских священнослужителей. Знаки вообще, это не просто, так сказать, игрушка или, так сказать, детские каракули. Если они наносятся, то, естественно, с определенной целью. Разгазать их смысл пока не удается. Это могло быть чем-то связанным с ритуалом религиозным. Это мог быть культовый текст. Здесь в общей сложности около 20 знаков. Некоторые из них разрушены. Один из них, например, вот этот, явно продолжался сюда ниже, он не сохранился полностью. Дно этой галереи плавно восходит вот сюда такими ступенями. Создается впечатление, что там, растрескавшись под прямым углом камни, были вынуты для того, чтобы образовать эту лестницу. Даже в разгар лета основная часть галереи погребена под снегом. В 1998 году нам повезло больше. Лето выдалось жарким, и снежник подтаял. Поисковикам удалось спуститься под толщу льда. Гигантские ступени, ведущие в никуда. На самом деле мы просто не знаем, куда они вели 20 тысяч лет назад. Поисковики назвали это ландшафтное матриархальное капище святилищем великой богини. Может, именно здесь молились последние гиперборейцы. Поднимаясь все выше и выше, мы достигаем пика горы Нинчурт. Самая высокая точка священной горы увенчана пирамидой. Каменная спираль-лабиринт напоминает библейскую вавилонскую башню с винтообразной лестницей по внешней стороне. Взбираться по этой лестнице очень сложно. У каждого участника экспедиции свой путь. Покоря ее шину в полном одиночестве, погружаешься в собственный мир. А достигнув пика, чувствуешь, прошел путь очищения. Здесь, на высоте, понимаешь, что там внизу суета. И, наверное, не зря уходят старцы в горы, чтобы прикоснуться к истине. Вот Христос, например, Он всегда, если посмотреть Евангелие, Он всегда молился на горе. Всегда поднимался на гору и всегда молился Богам на горе. То же самое все люди. И вот Саамы тоже, вот эти пирамиды. Все стремятся к небу. Боги живут на небе, поэтому надо быть ближе к ним. Поэтому вот пирамиды всегда вызывают такие вот наши чувства определенные. И обнаружив пирамиды на Кольском полуострове, мы, естественно, как-то проводим аналогию с тем, что было раньше обнаружено в Египте, например, в других странах. Нострадамус в своих центуриях именовал россиян не иначе, как народом гиперборейским. Эсхил писал, что именно здесь, на краю земли, по приказу Зевса, был прикован к скале непокорный Прометей. Вопреки запрету богов, он подарил людям огонь, открыл тайну движения звезд, научил искусству сложения букв. Здесь он томился, пока не освободил его Геракл, получивший за это звание гиперборейский. Обнаружить материальные доказательства существование цивилизации, ушедшей от нас много веков назад, очень непросто. Это дело ни одной экспедиции и ни одного десятка лет. Столько же будут продолжаться и споры между учеными, о том, стоит ли искать на русском севере легендарную Атлантиду, гиперборею Шамбалу. Ёлони вообще все любят объяснять. У них все ясно. Для них проблем нет. Для них история остановилась, законсервировалась. И они как-то не стремятся вот эти догмы преодолевать. Самая непотопляемая догма – это ледниковая теория, что якобы тут и не только тут существовал ледник высотой в 3 километра, он дошел аж до Киева, жизни никакой не было. Гиперборея, соответственно, тоже. Вот со скандинавами интересно на эту тему поговорить. Они ничего не признают, кроме ледника. Вообще жизнь тут началась в 12-е тысячелетие до новой эры. До этого не было жизни. Ну, что, а белый медведь там или что? Как он на этом леднике это сделал? Что там добывал? И тюлени вроде, и моржи. Но это особый вопрос. Гиперборейца живого мы, конечно, не найдем и не представим, как тут нам сказал один ученый. Понимаете, хоть вот в глаза, но все равно. Покажите мне гиперборейца. Ну, нету, они вымерли. Мы, потомки гиперборейцев, русских всегда называли гиперборейским народом на Западе, последними гиперборейцами. Вот так. Сквозь поэтическую пелену античных легенд до нас наносится дыхание древней прародины. Глядя на бесконечное пространство, будто нетронутой первозданной красоты и северной. Невольно веришь. Вот она, колыбель человечества. Первый этап нашей экспедиции можно считать закрытым. Но впереди не менее захватывающий поиск древних убежищ. Природная катастрофа заставила гиперборейский народ искать спасение под землей. Интересные документы, попавшие в руки ученых, заставляют нас вновь собираться в путь, навстречу с прошлым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok